Перед нами генерал-майор Коношенков, маленький гигант большой спецоперации. Он ежедневно рассказывает по всем каналам миллионам восторженных россиян об успехах непобедимой российской армии. Послушайте сами, вот его вчерашний брифинг 22 марта. Это отчет о 27-м дне войны. Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады, украинских вооруженных сил за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Группировка войск Донецка Народной Республики взяла под контроль населенный пункт Верхнятарецкая и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости. Звучит впечатляюще, не правда ли? Приблизились прям вплотную к Новомихайловке. И взяли-таки под контроль населенный пункт Верхнятарецкая. Теперь попробуйте угадать, где же на карте Украины, которую хотели завоевать целиком практически, за 3-4 дня расположены эти места боевой славы. Новомихайловка. Небольшое село в 25 километрах от центра Донецка. Повторим, от центра. По факту оно всего в 10 километрах от города. Вот это село, обозначено маленькой точкой. Верхнятарецкое. Поселок городского типа. Сами вы его на карте тоже не найдете, но мы подскажем. Еще ближе к столице ДНР. Буквально в 15 минутах езды. И вот о таких стратегических победах ежедневно докладывает Коношенков. Рапортуют бодро, четко. Его послушать за месяц уже сотню городов взял. Но, скажем прямо, это всего лишь пропаганда. Слава Украине!